Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Денис Леонтьев. Сегодня в выпуске. Рейсы Акбарс Аэро в ПФО отдали другим авиакомпаниям. Камазу предоставили госгарантии. Посевная подорожала. Авиакомпания Оренбуржье и авиатакси Декстер будут выполнять субсидированные рейсы в Приволжском федеральном округе, от которых отказался Акбарс Аэро. Об этом РБК Татарстан рассказал советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. Оба перевозчика являлись партнерами татарстанской компании в программе прошлого года. По ней половину стоимости авиаперелета оплачивает пассажир. Остальные в равных долях финансируют федеральные и региональные бюджеты. Так, к примеру, билет от Казани до Нижнего Новгорода можно было купить за 3250 рублей из Казани в Ростов-на-Дону за 10,5 тысяч рублей. Как мы уже сообщали, Акбарс Аэро прекращает регулярные пассажирские перевозки. Руководство компании в конце декабря объявило о приостановке работы из-за неблагоприятной экономической обстановки, высокого уровня задолженности и невозможности обслуживать воздушные суда из-за взлетевшего курса доллара и евро. Глава аналитической службы авиапорта Олег Пантелеев в интервью «Ведомостям» не исключил, что компания может вернуться к полетам. По его словам, это будет зависеть от макроэкономической ситуации и мер поддержки авиаперевозок на федеральном и региональном уровне. Российский Минфин, Внешэкономбанк и КАМАЗ заключили договор о предоставлении госгарантии компании по биржевым облигациям на сумму 35 миллиардов рублей. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на сообщение акционерного общества. Напомним, что еще в октябре тогдашний финансовый директор компании Елена Милинова говорила, что КАМАЗ планирует разместить рублевые облигации на эту сумму. По ее словам, бумаги будут иметь срок обращения от 10 до 15 лет. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана прогнозирует, что в связи с повышением курса валют затраты на повсевную в 2015 году повысятся на 5 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом и достигнут 17 миллиардов. Министр Марат Ахметов связывает повышение затрат с ростом цен на удобрения, средства защиты, запасные части для автотехники, семена и другие материалы. Фермеры говорят, что рост цен на посевную ляжет тяжелым временем как на самих фермеров, так и на потребителей, пишет РБК. По мнению председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияра Байтимирова, повышение цен на ресурсы инфляция играет лишь 30%. Остальное это инерция и алчность игроков рынка. Сегодня финансовое обеспечение новой посевной остается самым сложным вопросом, отмечает профильный министр. По его прогнозам, к весне ресурсы будут стоить еще дороже, поэтому Марат Ахметов призывает руководителей хозяйств не затягивать с их приобретением. Вместе с тем, снижать объемы земледелия в Татарстане не планируется. Площадь посевов должна быть сохранена на уровне прошлого года. Это 2,9 миллиона гектаров, заявил министр. В развитие туристического кластера «Островград-Свиярск» в этом году вложат 300 миллионов рублей. Проект получит федеральное финансирование в рамках целевой программы, передает в деловой квартал со ссылкой на Ростуризм. Выливание из федерального бюджета составит 72 миллиона рублей, из регионального – 14,4. Также планируется привлечь 200 миллионов рублей вне бюджетных средств. На эти деньги предполагается создать туристическую инфраструктуру. Это три гостиницы, гостевые дома и дома XIX века, а также ремесленные мастерские и объекты торговли и питания. Кроме того, в планах углубить часть русла Волги и создать дополнительный судоходный фарватер к пристани острова Свиярска. Результатом должен стать существенный прирост туристов примерно в два раза. Инвестпроект входит в региональную программу по развитию туризма в Татарстане. Помимо него предполагается создание туристических кластеров древний город Болгар, Цвиага-Лэнд, берега Елабуги, парк Акамские поляны, новая Тура, а также новых маршрутов в район. Это были новости экономики. С вами был Денис Леонтьев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова